Здравствуйте! С вами снова Александр. И сегодня я хочу вам показать интересную коляску, которая создана специально для путешественников. Кто любит путешествовать на самолете, на автомобиле, в принципе для всех, кто не хочет себя обременять большими колясками для детей, эта коляска Baby Jogger, называется City Tour. Так что сегодня мы с вами ее и изучим. Сначала расскажу вам о ее технических характеристиках, а потом с вами начнем ее более детально изучать. Во-первых, можете оценить, как она выглядит внешне, очень даже приятненький вид, стильненькая коляска. Она вообще предназначена для детей с 6 месяцев и до 20 кг веса ребенка. Подчеркну, 20 кг – это очень-очень хороший показатель для такого рода коляски. В принципе, конкуренты этим не могут особо похвастаться. Поэтому, исходя из этого, вы можете уже понять задел прочности этой коляски. Она очень хорошо сделана. Но к этому мы вернемся. Она с 6 месяцев до 20 кг, имейте это в виду при покупке. Дальше. Вес коляски. Она весит 6,4 кг. Это вполне себе нормальный вес для такой крепкой коляски. Это не много, не мало. Конечно, хотелось бы полегче, учитывая размер, но она зато очень прочная. Так, начнем мы изучение с вами сверху вниз. И в первую очередь хочу подчеркнуть, какая здесь ручка. Ручка здесь удобная. Она не имеет возможности регулировки никакой. Но это, в принципе, ничего страшного. Она вот находится в такой, знаете, золотой середине зоне такой комфортной большинству людей. Вот у меня 1,86 м рост, мне отлично. Даже чуть ниже, чуть выше человек. В принципе, должно быть нормально. Вот. Козырек здесь, сами видите, он не маленький. Он достаточно большой. Также в козырьке есть отверстие с москитной сеткой, чтобы вы могли за ребенком поглядывать, как он там поживает. Так, отодвигаем козырек. Давайте теперь посмотрим на сидение. Сидение здесь достаточно большое. Что я для себя заметил, подметил, что мне понравилось. Я люблю коляски, где высокие спинки. Спинка здесь достаточно высокая. Вот это положение сейчас в максимально сидячем положении. Поэтому вы можете оценить. Кто-то хотел бы, конечно, чтобы он больше сидел под 90 градусов. Но производители не делают так, дабы не нагружать позвоночник маленького ребенка. Чтобы он был все-таки в более-менее расслабленном состоянии. Давайте теперь посмотрим, как эта спинка регулируется. Здесь снизу крепеж, оттягиваем, после чего толкаем вниз. Вот вы можете заметить, здесь положение не полностью горизонтальное положение. Здесь около 150 градусов, если мне память не изменяет. Но этого, в принципе, достаточно для комфортного сна ребенка. Она же не с рождения, а с 6 месяцев. Поэтому это более-менее нормально, на мой взгляд. Так, что касается безопасности ребенка, здесь все с этим тоже в порядке. Мягкие накладки на плечевую зону, пятиточечный ремень. И мягкая накладка на паховую зону ребенка. Также, как вы видите, здесь стоит бампер. Единственное, бампер здесь вообще как бы не идет в комплекте. Но поставки, которые сейчас идут в Россию, они доукомплектованы с бампером. Поэтому сейчас, вы ее покупая, бампер получите в подарок. Но, насколько я знаю, в Европе не идет бампер в комплектацию. Поэтому маленький такой подарок для из российских покупателей. Бампер здесь мягенький, приятный. Ну, соответственно, тоже его можно отстегнуть. Сейчас, секундочку. Да, да, с двух сторон кнопочки. Вот, отстегнули, соответственно, не нужен, убрали. Здесь замочек, благодаря которому вы можете снять вот этот материал. Если ребенок его там запачкал, постирать. Тоже очень удобно. Дальше. Что касается подножки. Здесь вот, смотрите, нет отдельной такой подножки. Здесь можно выдавить с внутренней стороны. И вот этот участок, он выполнен из очень-очень такого прочного материала. И он не продавливается. Вы видите, я выдавлю, и все нормально. Обратно, соответственно, тоже таким образом. Нету отдельной такой жесткой подножки. Ну, это я не считаю минусом этого достаточно, на самом деле. Так, что касается материалов. Вообще, в принципе, в коляске материал здесь очень прочный. Тактильно не раздражает, приятный, ничего не могу сказать. И он очень-очень крепкий. Бывайте, знаете, спецодежда бывает из подобного материала. Ее очень сложно порвать. Как говорит о ее износопрочности. Так, давайте теперь посмотрим на багажник. Багажник здесь, в принципе, есть. Гигантским назвать его я не могу. Но, в принципе, этого достаточно для такой коляски. Кстати, здесь в комплектацию входит рюкзак. Точнее говоря, сумка для транспортировки, куда можно упаковать. И на рюкзаке удобная ручка, чтобы нести ее просто, как сумку. Но вы можете также одеть ее, как рюкзак, с двух сторон. Вот, смотрите. В принципе, и пошли с коляской. Такого я еще ни у кого не видел. Поэтому, для путешественников, повторюсь, сделано все как надо. Она идет в комплекте. Так, кстати, здесь для того, чтобы вы не думали, куда бы деть этот рюкзак, предусмотрен у вас специальный отсек. Вот в этом месте у нас замочки. Туда свернули, положили и все. Так, что касается рамы. Ну, рама, естественно, это металлическая рама. Колеса здесь, естественно, не надувные. Спереди поворотные с возможностью блокировки. Вот, видите. Поэтому какую-то неровность там преодолеть можно. Так, что касается тормоза. Тормоз здесь, с правой стороны, кнопочка. Нажимаем, заблокировали. И вот, как я не люблю, нужно отковыривать. Ну, такой он здесь есть. Так, теперь давайте посмотрим на ее самую-самую интересную фишку. Это то, как она складывается. Здесь на ручке есть кнопка. Ее нужно нажать. Вперед опрокинуть ручку. Здесь на сиденье есть ремешок, за который нужно дернуть. Но, если вы просто дернете, он не сложит. Для этого нужно вот с этой стороны нажать красную кнопочку. Он разблокирует. И все. И вот, смотрите. Я не знаю, куда еще меньше. Поэтому, куда угодно ее можно взять с собой. Она обременять вас своими размерами, весом не будет. Так, раскладываем. Вот, собственно, и все. Давайте теперь, наверное, подведем итоги. Что хотел рассказать? О ней я рассказал. Кстати, все точные характеристики с размерами в сантиметрах я полностью в описании добавлю в описании к этому видео. Поэтому там почитайте. Там же будет и ссылка, где ее можно купить. Вот. Поэтому давайте теперь просто мое мнение в двух словах. На рынке колясок для путешественников, их на самом деле не так много. Прям вот таких вот интересных вариантов. Вот. Это, на мой взгляд, очень достойный вариант. Что меня больше всего лично впечатлило, это 20 килограмм нагрузки выдерживает. Это очень-очень неплохо. И плюс ко всему, у нее полноценное сидение. Оно большое. Здесь не урезанное размерами сидение в угоду компактности. Они вот нашли компромисс. Компактность в сложном виде и полноценное сидение для ребенка. Поэтому с этим проблем здесь нет. 6,4 килограмма тоже совсем себе нормальный вес. Вот. Поэтому ищите для путешествий колясочку. Смотрите этот вариант обязательно. Изучите. На мой взгляд, стоит внимание. Вот. Ну, а, собственно, если это видео вам было полезно и интересно, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. А в заключение хочу поблагодарить магазин Первая коляска за то, что предоставили ее на обзор. Собственно, и все. Вам правильного выбора. И всего доброго. До свидания.